Коллеги, давайте начнем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как вам слышно, видно, хорошее ли качество звука, картинки. Ага, отлично. Хороший звук, хорошая картинка, давайте начнем. Наша с вами сегодняшняя тема – это самопрезентация. Возможно, мы уже знакомы, я рекрутер, занимаюсь средним, высшим менеджментом и узкими позициями. I think that you already know me. I deal with recruitment with middle and high positions. И когда я прихожу на интервью, я вижу, как довольно слабые кандидаты по резюме могут показать себя через самопрезентацию. When I come to interviews, I see that some candidates seem to be weak, but they have the opportunity, they can show themselves in the best way with help of their self-presentation. И наоборот, сильные кандидаты заваливают интервью из-за слабой самопрезентации. And it can happen vice versa. Candidates that seem to be very strong fail because of their weak self-presentation. И я предлагаю сегодня поговорить о том, что делает самопрезентации сильными или слабыми, и потренироваться со своей. And I suggest to discuss today what makes your presentations, your self-presentations weak and strong. And we will try to do it. Я вас попрошу написать в чате о своем опыте. Умеете ли вы делать самопрезентацию и что вам удается лучше всего. Please write in the chat whether you can do your self-presentations and what you can do connected with it best of all. Кто первый? Кто самый смелый? Пока вы пишете в чат, хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, где... Окей. I'm sorry. When you write in the chat, I'm going to ask you a question. Вопрос такой. Как вы думаете, где еще уместна самопрезентация, кроме как на интервью? So, what do you think? Where you need self-presentations except interviews, not other situations? И, пожалуйста, тоже напишите об этом в чате. And please also write it in the chat. Ага, сама презентация, пишет Ольга, уместна на собраниях. Ольга says that it is suitable at different meetings. Александр пишет про деловые встречи. Ну, я думаю, что и Ольга, и Александр имеют в виду ситуации, когда друг друга люди не знают, и нужно рассказать оперативно, кто я, что я. Well, I think that she means the situations when people don't know each other and when they need to speak about themselves. Владимир пишет про собеседование, и сегодня об этом в основном пойдет речь. Владимир speaks about interviews, so we're going to speak exactly about this today. Я соглашусь с коллегами действительно практически в любой ситуации, когда мы встречаемся с теми, кого не знаем, самопрезентация уместна. В том числе Ольга пишет про встречи в личной жизни, при первой встрече, при отчетах, перед руководителем пишет Ираклий. От того, как сделана самопрезентация на встрече, зависит, как нас запомнят, и что будут о нас помнить и передавать другим. Например, когда я представляю, что я рекрутер, иногда обо мне передают информацию, что я трудоустраиваю людей. Например, когда я говорю, что я рекрутер, они думают, что я даю работу людям. Это неправильная самопрезентация. Эта самопрезентация не правильная. Давайте попробуем подготовить наши самопрезентации так, чтобы информация, переданная о нас другим людям, соответствовала действительности. Катерина написала в чат небольшой отрывок из своей самопрезентации. Катерина, предлагаю использовать этот кейс в следующих примерах. Когда мы говорим о самопрезентации на интервью, важно понимать, что это вектор. Это вектор развития нашего разговора на интервью. Это вектор развития нашего разговора на интервью. И мы закладываем самопрезентацию в самом начале интервью наши сильные стороны, о которых хочется расспросить подробнее. И таким образом мы сами себе готовим почву для успешного выступления. Залог успешного интервью – это когда ваша самопрезентация тесно коррелирует с резюме и совпадает с потребностью компании. Что важно человеку, который слышит о нас что-то новое, видит нас в первый раз? На самом первом этапе ему очень важно нас идентифицировать. Он должен понять, с кем он имеет дело. Вроде бы очевидно. Но практически 50% кандидатов пропускают этот этап. И продолжают разговор, рассказывая о себе в деталях. А человек на другой стороне не понимает, про что разговор, кто этот человек. So candidates continue speaking about themselves, speaking about different details concerning their life, but the person who listens to them doesn't understand anything. Поэтому самопрезентация в самом простом варианте – это три ключевых пункта. Что-то, что позволяет вас идентифицировать по функции и по отрасли. Что-то, что может позволить оценить масштаб вашей деятельности и вашей позиции. И тот фокус внимания на экспертизу, в чем вы лучше всего. Если ваша самопрезентация ложится на потребность слушающего, вы выиграли. Получив такую простую схему – идентификация масштаб экспертиза, давайте попробуем применить эту схему к своему опыту. Напишите, пожалуйста, в чат свою самопрезентацию, коротко, текст большой не нужен, где была бы идентификация, кто вы по функции и по отрасли, масштаб вашей работы или функции, и что вам удается лучше всего. Дальше мы будем разбирать чужие самопрезентации, у нас есть видео, и вы сможете править свои работы, чтобы в конце получить готовый результат. Мой вопрос к Катерине. Катя, хотите ли вы оставить тот текст, который есть, или вы его как-то исправите, дополните? Угу, супер. Посмотрим на варианты. ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Еще минутка So you have one more minute So you have one more minute So you have one more minute So who is ready? Please show us what you have for me So you have one more minute So you have one more minute She is a director She has been a director for six years She is a director of a shop She has 38 people She manages 38 people Her tasks are to motivate staff And to solve the tasks Светлана writes That she deals with experts She deals with Asia And some countries And some other countries She is a student She is a student She is 35 years old The last place of her work Is the company for service She is a leader She is a leader On Russian market In the sphere Of marketing services She has 200 people She manages 200 people She is a leader 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 Наш коллега пишет, что заканчивает MBA-образование, в текущем моменте учится на MBA, небольшой опыт консультирования, обеспечивает образовательные услуги для университетских студентов. Спасибо, коллеги. Обратите внимание, что сама презентация, которую мы сейчас прочитали, сильно отличается между собой. Мы начали с... Ольга рассказала о себе, как о сотруднике магазина и сделала акцент на время работы. На масштаб работы Ольги указывает количество людей в подчинении, 38 человек. Светлана делала акцент на компании в целом и масштабы видеопрезентации указывают рынки, на которых работает компания. Светлана focused on her company in general. Екатерина сделала акцент и на сотрудниках в подчинении, как масштаб, и на количестве проектов, которые у нее в работе, 80 проектов, 80+. Екатерина focused on the number of people that work in her company and the number of projects that she has in her work. А также сделала акцент, что работает компания на всей территории России. And also she focused on the fact that her company works on the whole territory of Russia. Екатерина Блинова сделала акцент на своей функции и на специализации, на отраслевой специализации компании. Но практически мы не видим масштаба работы. Екатерина focused on the scope of your work. Лорес написал о текущей работе, связанной с консультированием. И мы тоже не видим масштаба, и не видим специализации. На каком обучении специализируется? Лорес не показал специализацию, а как обучение специализируется. Иракли написал о себе, как о ведущем менеджере, как компания с железнодорожным транспортом, руководил перевозками по Горьковской железной дороге на платформах. Четыре года, рост объемов в направлении в 400%. Лучше всего удается продавать услуги нашей компании, координировать работу смежных отделов. Иракли. Иракли wrote about himself as a building manager at Ежгородский департамент or some railway transport company. So he manages... Sorry, I don't see it. Railway transportation, maybe. It is possible to say. And he wrote about his experience, the time that he spent at his work. And as far as I see, the volumes... The volumes... I'm sorry, I don't see it in the chat. Please repeat. If I'm not mistaken, I'm not mistaken, it's a sales manager and... Not manager, maybe a leader of sales direction, sales department. And the sales increased up to 400% for this time. Катерина пишет... У нас небольшая задержка в голосе, простите с накладки. Катерина пишет о том, что 7 лет работает на руководящих должностях, управляет 13 магазинами по Дальнему Востоку, 3 года работает в сфере оптовых продаж, компания «Алмаз Ходинг» в продаже ювелирных изделий. Из сильных сторон открытия нового филиала, особенно команда, которая переполнила план за год на 15%, и привлекли 10 крупных клиентов. So, Екатерина Топошникова writes about her experience as a manager. So, she manages 13 shops. So, during the last 3 years, she works in this year of wholesale. She works at the company «Алмаз Ходинг». So, she sells jewelry. She opened a new branch. She gathered a team, and the team is rather successful. It over-fulfilled the plan, which was set by 15%. Давайте вернемся к презентации Ираклия и посмотрим, что полезного можем взять в работу. Обратите внимание, что ведущий менеджер – это грейт, который для людей вне такой структуры не очень понятен. Идентификация по функции и отрасли лучше, когда содержит не название должности один в один, а некоторую функциональную специализацию, например, продажи. Вторая часть самопрезентации касается результатов. Это очень хороший вариант, но его лучше оставить для ответов на вопросы, то есть тогда, когда интервью уже продолжается. So, the second part is connected with his achievements, but it's better to postpone it till the second part of the presentation. Потому что это про ваши достижения. Because it concerns your achievements. А масштаб и экспертиза – это немного про другое. Это больше про статус. Мы сейчас посмотрим видеосюжеты, и я поясню на примерах, что я имею в виду. Now we are going to watch some videos, and I will explain to you what I mean now. Если посмотреть на самопрезентацию Катерины. If we look at self-presentation of Катерины. Мы видим масштаб – 13 магазинов. Мы видим территориальную специализацию – регион. So, we see the region that she focuses on, that she will see. Мы видим название компании, и это, кстати, большой плюс. Очень часто название скрывают, а это может сыграть вам на руку. Вторая часть больше похожа на достижения, которые уместнее уже дальше на интервью, чем в самопрезентации. Я бы предложила заменить на что-то вроде «А лучше всего мне удается открытие новых возможностей» или «А лучше всего мне удается стратегические переговоры». «За последний год я привлекла 10 крупных клиентов». Ну, что-то такое. I would better say it like this. So, the best thing that I can do is to attract new clients. Например. Кроме того, имена клиентов многое могут сказать о вашем статусе, самопрезентации. Потому что чем круче клиенты, с которыми вы работаете, тем вы, как представляющийся, звучите интереснее. Важный момент, который я хотела бы донести на сегодняшнем вебинаре, это то, что самопрезентация должна строиться в настоящем времени. Важно не пересказывать опыт, где что было и сколько лет было на каждом месте работы. Важно говорить о себе, о своей экспертизе, здесь и сейчас. Ваша экспертиза не испортится от того, что вы ушли из какой-то компании. Не «я занимался в компании X продажами», а «я эксперт в продажах», специализируюсь на национальных сетях. Давайте посмотрим на сюжеты, которые мы для вас подготовили. Когда будем смотреть, обращайте внимание на то, понятно ли вам, чем занимается человек, кто он по функции, какая у него отраслевая специализация, какой масштаб его деятельности, каков его статус. И в чем он лучше всего. Отмечайте, чего не хватает и что, наоборот, сделано удачно. Если есть парень, please, write in the chat what is missing и, vice versa, what is done на deploy. Спасибо за субтитры! Продолжение следует... 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 Следующий вопрос. В какой отрасли Антон специализируется? Совершенно верно, Владимир. Никто не знает. Владимир, you're right. No one knows it. Да, и Екатерина Фролова указывает, что он и не назвал компанию, не только отрасль. Что мы можем сказать о масштабе деятельности Антона? Насколько он крут? Россия. Было такое, да, про федеральную сеть. Назвал регионы. Цифра 10 о чем-то. Работает по всей стране, пишет Светлана. Екатерина Фролова слышала внимательнее всего. Покрывает потребности всей России несколькими тренерами. Екатерина Фролова была самая интенсивная студентка. Она сказала, что он обеспечивает требования тренеров России. И мы добрались до третьего момента, самопрезентация. Это экспертиза. Как вы полагаете, в чем Антон сильнее всего? Какую проблему бизнеса он решает? Антон сказал, но не очень понятно. Сейчас мы послушаем детальнее и станет понятнее. Антон сказал, но не очень понятно. Ну, прежде чем мы разберем Антона, презентацию Антона по частям, мы посмотрим еще двух участников. Before we look at all the details of his presentation, we are going to watch two other participants. There are two other participants. Иракли прав. Иракли пишет о том, что специализация Антона, то есть фокус его внимания, это экономия затрат на обучение. Давайте посмотрим второй сюжет. Давайте посмотрим второй сюжет. Давайте посмотрим следующую... Продолжение следует... 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 Депутат. В чем его... в чем масштаб его работы? Четыре раза чего-то выигрывал. Областной совет, городской совет. Мне кажется, вы сейчас пишете уже то, что запомнили из самой презентации, а не ответы на вопросы. Потому что, например, общаться с подписчиками не относится к масштабу работы. Ну, 20 тысяч подписчиков – это про масштаб. Да, масштаб показывает то, что он был депутатом городского и областного совета. Это все-таки как раз про уровень, про статус. И 20 тысяч подписчиков – это тот охват, который его отличает от других депутатов. По крайней мере, так, как он захотел об этом рассказать. И 2000 подписчиков – это про достижение. Да, с Екатериной Фроловой соглашу, что четыре раза выигрывал выборы. Это не про масштаб, это про достижение, либо про... ну да, про достижение. Обратите внимание, что пока мы не знаем, кто человек по функции, какого статуса его роль и в каком масштабе, в компании какого масштаба он работает, нам сложнее начинать вести с ним переговоры, о чем бы то ни было. Сначала его нужно идентифицировать. И пора нам кажется, что все знают нашу компанию или все знают бренд, с которым мы работаем, но это не так. Поэтому не пожалейте своего времени с тем, чтобы детально, точно сказать, что у вас за функция, с точки зрения не грейда, а функции, и в какого масштаба компания поработать. Посмотрите, пожалуйста, на своей самопрезентации, которую вы сегодня готовили, и добавьте нужную информацию, если вдруг она отсутствует в первой части. Мы с вами прослушали три самопрезентации и посмотрели на самопрезентации в чате. Скажите, пожалуйста, в чем обычно можно померить масштаб? Ольга пишет, что мы пропали звуком. Оль, восстановился ли звук и можно ли что-то сделать? Екатерина пишет, что масштаб можно померить по территории ответственности, количество людей в подчинении, объем продаж. Екатерина says that the scale can be measured with the help of the territory, so I think the scope of responsibility, the number of people that the person manages, and the volume of sales. Владимир пишет про количество сотрудников, если про компанию, и обратите внимание, что имеет смысл говорить о сотрудниках в России, если вы работаете в международной компании, не в мире в целом. Владимир speaks about the number of people who manages, so if we speak about the company, it's important to say that these are employees in Russia. Екатерина Фролова пишет, что масштаб на масштабах указывает, какую прибыль мы принесли или прирост к марже. Екатерина says that margin of the profit which we brought shows the scale. Это больше информация о достижениях для последующей части интервью, чем для самопрезентации. Исключение составляет ситуацию, когда вы на этом специализируетесь. Например, я специализируюсь на повышении доходности компании. Я как раз сегодня встречалась с таким кандидатом. Это очень интересный опыт. Кроме того, на масштаб указывают бренды, с которыми вы работаете или клиенты, подрядчики, консалтинг, с которыми вы работаете. И в первую очередь, я согласна с Владимиром, это именно ваша компания. Екатерина спрашивает про сумму контрактов для самопрезентации, на мой взгляд, рано. Но есть замечательный инструмент, который можно использовать в самопрезентации, чтобы показать, что вы лучший сэлс, чем другие. Это сравнить себя с показателями в среднем по рынку. Например, как менеджер по продажам я в год приношу 9 миллионов, а в среднем по рынку, аналогично у конкурентов, 6 миллионов. Екатерина предлагает вариант про специализацию очень хорошо. Есть менеджеры по продажам, которые специализируются на небольших сделках, а есть монстры, которые приносят миллиардные контракты. Это особая экспертиза. И можно сказать, я сэлс с длинной волей, работаю с проектными продажами от 2 лет и выше, стоимостью от 10 миллионов евро в год. Вы можете сказать, сколько вы работаете и сколько вы получаете в этом году? Не много, но по размеру контрактов, которые вы можете подписать. Это как размера вашей экспертизы. Юля спрашивает, может ли количество бизнес-единиц компании быть маркером масштаба? На мой взгляд, не очень. Может, но не очень. Юля спрашивает, сколько предприятий, например, в компании, если это важно. Например, я сейчас фантазирую, там металлургический холдинг и в нем 10 заводов. Общий штат 20 тысяч сотрудников или 200 тысяч сотрудников. Такие цифры легче воспринимаются. Если вы работаете на всю Россию, то вы сотрудник федерального масштаба. Не забудьте подчеркнуть этот статус. Если вы работаете на рынках России и странах Восточной Европы, отвечаете, например, за ИМЕ-регион. Обязательно это подчеркните. Это ваш статус. Катя спрашивает по поводу возраста завода, 100 лет с даты основания. Важна ли эта информация? На мой взгляд, для самопрезентации неважна. Масштаб также можно легко проиллюстрировать объемами, цифрами, ростами, приростами, количеством заводов, газет, пароходов. Главное, чтобы человек успевал осознавать эту информацию. Также скале может быть объявлено, когда говорили о процентах роста, экономии, волюмах, количество планов и так далее. Поэтому главная вещь, что человек, который слушает вас, должен понимать эту информацию. Поэтому лучше говорить в два раза, в три раза, чем на 15,357%, там соттысячных процентов. Это можно использовать даты основания, поэтому это лучше использовать все номера. Но не использовать даты основания. Извините, я не очень поняла. Датова выполнилась. Дату опечатка должна быть круглой. Ольга спрашивает, если внутри компании работала на пяти магазинах, нужно ли это озвучивать? Это может быть, да, сон ответственности пять магазинов. Иногда мы работаем в компании, у которой нет громкого имени или лидерской позиции. Что делать тогда, как показать масштаб? И мы тогда используем что-то важное для общества в целом, к чему мы причастны. Например, мы занимаемся, мы разрабатываем способы экологичной переработки мусора. Или мы производим исследования причин возникновения рака. Александр спрашивает, я перефразирую, можно ли использовать имена людей. Окей, можно, если они публичные, но аккуратнее, потому что это может прозвучать, как будто бы вы их используете. Давайте посмотрим дополнительные сюжеты про то, как можно рассказать о масштабах. Все сюжеты взяты из открытых источников – это конкурс лидера России. Итак, мы сейчас посмотрим на следующие видео, которые мы показываем, что мы показываем, что вы показываете, что вы показываете. Вы показываете на вашем мусоре. Они конкурс лидерской версии. Спасибо. Обратите внимание, что цифры интересны не сами по себе, а в привязке к тому, какое отношение к этому имеет кандидат. Ну, пожалуйста, спасибо. Продолжение следует. Ну, вот, спасибо. Ну, пожалуйста. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Ну, это как варианты, которые могут быть. Мы переходим к довольно сложной части экспертизы, в чем я сильнее всего. Всегда хочется рассказать о широком функционале. А для самопрезентации важно, чтобы посыл был один. В чем я эксперт, не всего. Давайте посмотрим пример. Вот this example. Продолжение следует... То есть мы с вами видим, что есть один посыл, хотя в данном случае человек рассказывал о себе в более полной презентации больше. Но все касалось экспертизы в создании интернет-ресурсов. Но все было связано с экспертизой в создании интернет-ресурсов. Екатерина Фроловой пишет, что, конечно, эти ресурсы ни о чем не сказали, потому что территориальная специализация кандидата слишком для нас с вами локальна, но, возможно, для своего рынка это известные ресурсы. Екатерина говорит, что эти спекты не рассказывают ей ничего. Может быть, для тех, кто работает на этом рынке, они понимают, что она говорит о том, но в общем, люди не понимают. Поэтому, готовя свою самопрезентацию, нужно учитывать, знают люди этот рынок и насколько детальнее должна быть информация. И если бы мы советовали этому кандидату сделать самопрезентацию в Москве на федеральный уровень, наверное, нужно было бы название этих ресурсов заменить на какое-то сравнение. Например, вхожу в топ-10 на рынке локального рынка. Кроме содержания непосредственно в самой презентации, еще важно, какой образ вы создаете. И в большей степени это разворачивается в самом интервью дальше. Что помогает поддерживать статус эксперта? Это когда вы легко оперируете тем, что на рынке новенького. Кто кого купил? Кто с кем начал работать? Что предлагают консалтинговые компании? Что в тренде для нашего рынка? То есть в некотором смысле приносят новости о рынке. И может легко оперировать сравнениями. Говорит о том, что есть в среднем по рынку. Главное особо этим не увлекаться и выделить этому не больше одной трети в своем выступлении на интервью. И так сама презентация важна, чтобы слушатель понимал, зачем он вас слушает, чтобы была привязка к его интересам. Для этого нужно начать с главного и рассказать, идентифицироваться, кто я, что я по функции по отрасли. Если в вашей самопрезентации есть ссылка на известные имена, такая самопрезентация легче запомнится. Если из вашей самопрезентации становится очевидно, какую проблему бизнеса вы решаете, вы звучите лучше. Кандидат, который говорит простыми, понятными фразами, неупрощенными, но простыми по форме, звучит лучше, чем сложно построенные фразы. Если кандидат, который говорит о себе в настоящем времени, звучит более актуальным, чем тот, который рассказывает в прошедшем времени о своем опыте. Конечно, когда нужно рассказать о чем-то, что уже прошло, нельзя не использовать прошедшее время. Но когда вы самопрезентуетесь, говорите в настоящем. Как можно испортить презентацию? Если забыли идентифицироваться по функции отрасли, человек не понял, о чем разговор. Если нет идентифицирования о функции отрасли, и человек не понимает, о чем вы говорите. Если человеку, который не знаком с вашим опытом, самопрезентация не за что зацепиться ухом, если можно так сказать. Когда вы описываете общими словами, вместо того, чтобы назвать конкретно что-либо. Когда вы используете оценочные слова. Сейчас расскажу об этом подробнее. Например, когда кандидат говорит, у меня хорошо получается в продажах, или я хороший продажник, или мой проект был успешен. Это оценочные осуждения. Большой, маленький, хороший, плохой, удачный, неудачный. Это все оценочные осуждения. Их лучше избегать. И заменить либо на сравнение со средним по рынку, либо на сравнение в рамках своей компании. Я хочу показать вам два сюжета, которые проиллюстрируют, что я имею в виду. Итак, давайте посмотрим видео, которые объяснят вам, что я имею в виду. И еще один. И еще один. Если говорить про последний сюжет, что бы вам хотелось услышать по-другому? Ольга пишет много заумных терминов. Владимир пишет, что хотелось бы услышать конкретику. Светлана хочет услышать детали. Абсолютно верно. Как только нам не за что зацепиться и не с чем сравнить, мы сразу теряем ход мысли другого человека. И важно сказать, что содержание – это значимо, но также важна и форма. Как вы говорите и что вы транслируете этим. Люди обычно верят тому впечатлению, которое вы производите больше, чем словам, которые при этом звучат. Поэтому я бы хотела сказать, что наблюдаемое поведение говорит ярче слов. Несмотря на то, что в последних двух сюжетах молодые люди ведут себя достаточно уверенно, впечатление от их выступления слабое. Мы помним выступление Ангелины Морозовой. Внешне это очень красиво и ярко, но по содержанию ни о чем. С другой стороны, молодой человек, который работал на месторождении «Нептеном» в Ираке, выглядит просто, но по содержанию довольно говорит о серьезных проектах. Внешне и внутренние, которые не стыкуются между собой, могут снизить впечатление от вашей самопрезентации или усилить, если стыкуются. Мы с вами сегодня создали свои самопрезентации, разобрали их по частям, идентификация, масштаб и экспертиза. Посмотрели, как можно сделать, улучшить их. Цифры, имена и детали – это плюс. Общие слова и оценки – это минус. Наблюдаемое поведение говорит ярче слов. Есть ли у вас какие-то вопросы по самопрезентации? У Александра. Александр задает вопрос, если на самопрезентации используются факты в абсолютных величинах, процентах, и то, как их можно сравнить, если интервьюер не понимает данные отрасли. Это ваша задача, Александр, сделать так, чтобы ваша самопрезентация была понятна. Если люди не понимают ваши отрасли, нужно сравнивать, показывая, с чем вам сравнить. Ну, вы сами даете эти цифры для сравнения. Александра asks, can we use absolute numbers or percentage in your self-presentations? Ну, это зависит от вас. Это зависит от вас, как вы создаете свою самопрезентацию. Ваша задача – подготовить самопрезентацию, максимально подчеркивающую ваш статус. Задача интервьюера – уточнить детали. Ольга спрашивает, сколько времени должна проходить самопрезентация. Я бы сказала, пару минут. Интересно, как может развертываться самопрезентация уже в более детальный разговор в интервью. У вас, как у кандидата, может быть подготовлено несколько успешных историй, которые подчеркивают, раскрывают вашу экспертизу. И, отвечая на вопрос у интервьюера, вы стараетесь приводить примеры именно из этой области. Екатерина поправила свою самопрезентацию. Давайте понебыстренько подбежимся. И на этом завершим вебинар. Мы немного перебираем по времени. Екатерина пишет, что работает в компании… Екатерина improved her presentation, said that she added some details. Let's look at her self-presentation and discuss. Екатерина, здорово, в первой части по 10 филиалов России. Более 25 лет я бы убрала, потому что это про компанию, не про вас. Екатерина improved her for the better. It's good that she says about 10 branches, right? But I would eliminate 25 years of work. Я являюсь, слово «являюсь» довольно трудное для самопрезентации. Убирайте, и ничего не изменится, будет звучать лучше. Я бы добавила здесь какой-то масштаб про ваш объем работы, например, про то, что ваш регион приносит 90% продаж. Ну, сейчас фантазирую компанию. I would say about the percentage of sales, which your region brings. Дальше вы пишете об основной цели компании, а лучше перефразировать это в вашу экспертизу. Например, вы могли бы сказать, что мой фокус внимания – это захват рынка на Дальнем Востоке за счет привлечения крупных сетевых клиентов. И проведение стратегических переговоров удается мне лучше всего. Также можно добавить, каких крупных клиентов перечислить значимые для рынка имена, типа «Ашан», «Метра Кашинкей» и так далее. Также вы можете назвать некоторые известные названия в вашей презентации. Коллеги, к сожалению, мы вынуждены заканчивать. Спасибо вам большое за активное участие. Буду вам признательна, если успеете поделиться впечатлениями, что уносите с вебинара, что полезного для вас было, что можете использовать прямо сейчас. Спасибо вам. Всего доброго. Екатерина, удачи вам завтра на собеседнии. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.